Наибольшее впечатление произвел авиационный парад. Почему? Потому что фашистская пропаганда говорила о том, что нет у Красной армии авиации. Все погибло в первые дни войны. И тут вдруг военный парад. Профессор Александр Лепенецкий развеивает многолетние легенды о первом параде, прошедшем в военном Куйбышеве, и сообщает много фактов, которые еще недавно хранились под грифом «Секретно». Например, первые договоренности по известному Ленд-Лизу, государственной программе, по которой Соединенные Штаты Америки поставляли союзникам боевые припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, начались после парада, прошедшего в Куйбышеве 7 ноября 1941 года. Масштабное шествие на самой большой площади в Европе произвело глубокое впечатление на дипломатов. Куйбышевский парад был не только самым мощным, полтора часа продолжался в то время, как 40-20 минут в других городах, но и показал всю мощь Красной армии, а показал не только перед гражданами нашей страны, но и, главное, перед посольством, перед представителями иностранных держав, дабы на параде были все военные атташе посольств, которые были представлены в Советском Союзе. Естественно, это повлияло и на Ленд-Лиз. На лекцию пришли студенты средних и высших учебных образовательных учреждений города. Многие после встречи уходили под впечатление. Мне очень интересно узнать все о параде 7 ноября, потому что мы в составе военно-учебного центра каждый год участвуем в параде. Я хочу прикоснуться к истории, хочу испытать эмоции, хочу узнать побольше о параде. Это наша история и вне зависимости от того, что где ты учишься, все равно ты живешь, ты должен знать. Ну а на лекции просто еще раз послушать, еще раз вспомнить. Основные моменты, конечно, узнать. Это важно и для студентов не только третьего курса, но и первого, и вообще для всех. Такие встречи позволяют студентам и школьникам поглубже узнать историю запасной столицы в годы Великой Отечественной войны и международного патриотического проекта «Парад памяти», а также причины, по которым в Самаре присвоено звание «Город трудовой доблести». Напомним, идея проведения в Самаре парада памяти принадлежит губернатору Дмитрию Азарову. Еще 10 лет назад, когда он занимал должность главы города, в Самаре прошел первый парад памяти. В этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки шествия не будет, но для горожан подготовили много других праздничных событий. Оставаться в их центре поможет телеканал «Самара ГИС». Мы регулярно проводим онлайн-трансляции в социальных сетях и мобильном приложении. Например, лекция Репенецкого уже доступна в группе ВКонтакте. Елена Малютина, Сергей Баскин, Константин Головин. События.